На рынке десктопных процессоров уже долгое время оправят две компании, Intel и AMD. Казалось бы, едва ли они вдвоем смогут сделать много разных CPU, но вот практика показывает, что сейчас в продаже их больше полусотни. А это автоматически означает, что среди них имеются как и отличные за свои деньги решения, так и те, которые лучше обойти стороной. И вот именно об этом мы сегодня поговорим. Так сказать, будем отбирать лучшие процессоры для покупки. Лидер в ультрабюджетном сегменте AMD Athlon 200GE. И это совершенно неудивительно. Хоть и появились его дополнительные версии 220 и 240GE, смысла в них абсолютно никакого нет. Ведь разница лишь в 200 или же 300 МГц, при переплате в 10-20 долларов. А вот наш 200GE это, можно сказать, идеальное решение за свои деньги. Intel в данном сегменте может предложить лишь Celeron, который пусть и неплох для офисного ПК, но явно не стоит своих денег. Особенно, когда появился 200GE. Помимо того, что на многих материнках он уже гонится без проблем, нужно лишь поставить модифицированный BIOS. У данного процессора имеются встроенное видеоядро Vega 3, которое пусть и слабенькое, но как минимум лучше интеловских решений. А также полноценный аналог гипертрейдинга. То есть у вас будет 2 ядра и 4 потока. То есть процессор сгодится даже для базовой работы и некоторой вычислительной мощности. Более того, даже если вы захотите докупить видеокарту, если бы у вас был установлен Celeron, это было бы глупым решением. А вот Athlon с 4 потоками позволяет худо-бедно, но все-таки поиграть. В совокупности всех этих качеств AMD Athlon 200GE занимает место идеального ультрабюджетного процессора. А вот в том случае, если вам требуется что-то более среднее, так сказать обычный бюджетник, то стоит обратить внимание именно на Ryzen 3 2200G. Еще недавно за стоимость этого 4 ядерника можно было позволить лишь гиперпень. И это казалось шикарным решением. Но чуть погодя вышел Zen Plus вместе с шикарнейшими процессорами 2200 и 2400G. Помимо того, что они и так без проблем гонятся, как и обычные райзены, например, 4 ГГц взять на каком-нибудь дешевом воздухе не составит никакого труда, так еще имеется и хорошее интегрированное видеоядро Vega 8, которое практически на уровне с 10.30. И это все за стоимость чуть более чем в 100 долларов. Как по мне, очень круто. И дабы купить хотя бы что-то аналогичное от Intel, придется перейти уже в совсем другой сегмент. И переплатить практически половину стоимости данного Ryzen. И уже тогда вы сможете купить i3 8100, который, конечно, поинтереснее в одноядерном режиме, но уже в многопоточности похрамывает. Да и с учетом такой переплаты, можно уже купить более интересный Ryzen. Так что наш 2200G становится лучшим решением в пределах 7000 рублей. В общем-то, идеальный процессор для бюджетной сборки. Где в том случае, если вам поначалу не хватило на видеокарту, можно будет использовать встроенную графику не только для фильмов. И прежде чем перейти к следующему процессору, хотелось бы сказать, если вдруг вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь, а также нажмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы. И вот теперь уже можно поговорить о среднем сегменте, где всего-то за 12000 рублей вы сможете приобрести Ryzen 5 2600. Да, ребята, это 6 ядер и 12 потоков. При том, что аналог от Intel на 6 ядер без мультипоточности, i5 8400, стоит в среднем около 17000. То есть за аналог, который еще и не факт, что будет лучше, придется переплатить пятерку. И поэтому, конечно, сказать о нем стоило, но нашим фаворитом, как уже и говорилось ранее, становится пятый Ryzen 2600. И да, никто не спорит, что межпроцессорное взаимодействие и средний FPS будет процентов на 5-10 лучше у интеловского решения. Но опять же, не забывайте о разнице в цене. Плюс Ryzen, буква K и дорогая материнка совсем не обязательны для удачного разгона. Таким образом, мы компенсируем небольшое отставание, и еще и за разницу в цене можно будет докупить оперативки. Или, например, SSD-шку. И вот помимо всего вот этого, у вас будет еще и примерно на треть лучше вычислительная мощность. За счет 12 потоков. Проще говоря, для какого-нибудь рендеринга и работы в сложных приложениях, наш 2600 снова же куда интересней. Поэтому, если вы планировали среднюю сборку, то теперь вы знаете, на каком процессоре стоит остановиться. На этом этапе многие из вас могут задуматься, что в данном видео идет сугубо пропаганда AMD, и ничего толком от Intel мы советовать не будем. На самом деле это не так. Звание лучшего игрового процессора забирает Intel Core i7-9700K. Хоть и сама синяя компания сказала, что лучший игровой процессор это Core i9-9900K, я бы сказал, что в этом смысла мало, ведь имеется 9700K, который дешевле, но при этом конкретно в играх выдает практически точно такую же производительность. Разница в FPS зачастую в районе 5%, а иногда совсем неощутимо. При этом в случае со стоимостью вы отдадите в районе 30 тысяч рублей вместо 40 с копейками. И да, если вы хотите, конечно же, ультимативный игровой ПК и совсем не переживаете насчет финансов, то само собой, 9900K отличное решение, но мы со своей стороны хотим дать все-таки более гибкие советы, где вы сможете и в производительности выиграть, и сэкономить финансы. Поэтому, можно сказать, лажа руку на сердце, я уверяю, лучший игровой процессор 9700K. И как небольшое примечание отмечу, 8700K также неплохой игровой проц, и практически во всех тестах он идет вровень с 9700, но при этом под вычислительную мощность за счет большего числа потоков 8700K покажется интересней. А вот в случае с райзенами все не так уж и хорошо. Даже самый мощный 2700X в играх отстает иной раз даже процентов на 20. Зато, как лучший высокопроизводительный проц и 2700 обычный, и его X-версия оказываются лучшими. За половину стоимости от 9900K вы получаете действительно мощный под вычисление проц, который и для игр неплох, и что немаловажно, память в сочетании с ним легко разгоняется, а также он сам по себе дает больше возможностей, и особенно если вы работаете, например, монтажером, или делаете какую-нибудь графику, и хотите собрать хороший компьютер в пределах 80 или же 100 тысяч рублей, то лучше обратить внимание именно на седьмые райзены второго поколения. И, наконец, лучшим HEDT процессором становится AMD Threadripper 2950X, который вскоре обновится до Epic ROM, и тот также станет лидером. HEDT платформа это то, что придет в обычные домашние ПК лет эдак через 5, и всегда есть пользователи, которым мало даже самых мощных современных десктопов. Для которых и существуют такие высокопроизводительные решения. Три десятка ядер не проблема. Пара десятков мегабайт кэша нет ничего проще. Полсотни линий PCI-Express да пожалуйста. Линейка эта разнообразная, в нее входят решения как и с 8 ядрами, так и с 32. Золотой серединой имеет смысл называть CPU где-то с 16 ядрами. Да, с одной стороны, тех же 8 ядер можно получить и в домашнем сегменте за меньшие деньги. А с другой стороны, 32 ядра и 64 потока вводят в ступор зачастую даже ультра-специализированные вычислительные программы, поэтому тут переплата тоже особого смысла не имеет. А вот заветная цифра 16 это оптимальное количество. С одной стороны, производительность существенно выше домашних 8 ядерников, то есть переплата имеет смысл, а с другой, обычно у вычислительных программ такое количество ядер вопросов не вызывает. Поэтому распределение идет хорошо. Разумеется, об играх говорить не приходится. Перед уже даже 16 ядрами они пасуют вплоть до появления фризов. Поэтому та же AMD разработала игровой режим, при котором часть ядер отключается. И это сюрприз может повысить стабильность геймплея. Но все еще в разы более дешевые решения, куда лучше показывают себя в играх. Поэтому не стоит брать HEDT с прицелом на активный гейминг. А что же касается конкретных представителей, то тут по сочетанию цены производительности наиболее выигрышным оказывается Threadripper 2950X за 70 тысяч рублей вы получите 32 вычислительных потока с частотой до 4 ГГц. При том, что аналог от Intel Core i9-7960X стоит в районе 115 тысяч. То есть разница в цене более чем в полтора раза. А вот в производительности менее 10%. Так что в данном сегменте AMD явно вытесняет Intel. Пока только начинает, но уверенно набирает обороты. А напоследок хотелось бы уделить немного внимания еще парочке номинаций. Лучшими БУ-процессорами становятся Core i7-3770 и 2600K или же AMD Ryzen 1200 или же 1700 в зависимости от того, что требуется. Дело в том, что их ценник иной раз настолько хорош, что о новом процесс магазина просто не задумываешься. Тем более это та самая деталь, которую чтобы сломать нужно захотеть. И наконец в виде шуточной номинации лучшим процессором с Алиэкспресс становится Xeon E54-50 или же всеми любимый X34-40. На этом все. Ставьте лайки, пишите ваши мысли в комментариях. Удачи и до новых !